Ура! Скоро Новый Год! Китайцы толком не празднуют наш Новый Год, поэтому возгласы и восторги по поводу наступающего праздника в китайской компании придется поумерить. Жители Поднебесной с нетерпением ждут своего Нового Года. В этом году он наступит не скоро, аж 10 февраля. А до этого, вслед за европейцами, 25 декабря они отмечали Рождество, считая, что все иностранцы отмечают этот праздник. Поэтому, приехав в Китай или оказавшись в китайской компании, вам так или иначе придется раскрывать им глаза. И я вам помогу это сделать. Слушай меня внимательно. Халло, Татьяха! Всем привет! Меня зовут Анна Кузина. Сегодня мы с вами разберем новогодние слова и выражения, благодаря которым вы сможете рассказать китайским друзьям о нашем празднике. Вы узнаете 30 слов и фраз и научитесь правильно поздравлять с Новым Годом. И узнаете много интересных фактов о праздновании нашего Нового Года в Китае. Син нян. Так будет Новый Год по-китайски. Син новый нян год. Но так китайцы называют свой Новый Год. А наш Новый Год они обычно называют Новый Год по солнечному календарю. Или Новый Год по-кригорианскому календарю. А праздник 1 января они называют Дословно это Первый день Нового Года. Или просто Первый день Года. Отсюда и самое правильное поздравление с этим праздником. Дословно это значит Веселого первого дня года. Также вы можете поздравить и на наш лад. Это значит С Новым Годом. Так китайцы тоже говорят довольно часто. Так что не ошибетесь. Как и у нас, у китайцев на Новый Год бывают каникулы. Только они отдыхают всего два дня, а мы вроде как десять. Кстати, а что вы собираетесь делать на каникулах? А давайте учить китайский. Легко и в игре. Сделать это можно на моем бесплатном игровом практикуме. Китайский это легко. Всего за четыре урока вы научитесь произносить китайские тоны, напишите и запомните больше двадцати иероглифов и узнаете, как учить китайский легко и с удовольствием. Чтобы попасть на практикум, записывайтесь по ссылке в описании под этим видео. Увидимся на уроках! Наш главный новогодний символ – это елка. Так и хочется перевести на китайский Си Нян Цхун Шу. Дословно получается Новогодняя елка. Но китайцы не вдаются в такие подробности и вместо елки просто говорят ШУ – дерево. Однако они называют это дерево не новогодним, а рождественским. Шэнтань ШУ. Просто ШУ не говорят. Многие китайцы, подражая европейцам, на Рождество ставят елку. Кстати, Рождество по-китайски будет Шэнтань Те. Шэнтань – это Рождество. Те – это праздник. Так что не удивляйтесь, если китайский друг вдруг вас спросит Ты поставил елку? Это значит поставить елку. Еще можно сказать БАЙ Шэнтань ШУ. БАЙ – это ставить. БАЙ Шэнтань ШУ – ставить елку. А украшать елку будет ЗУАН ШЮ – шэнтань ШУ. ЗУАН ШЮ – это украшать. Также слово ЗУАН ШЮ может употребляться в качестве существительного. И значит это украшение. Какие бывают украшения? ПОЛИ ЧЮ – стеклянные шарики. ЦХАЙ ТАЙ – мишура. ЦХАЙ ТЭН – гирлянды. Еще один символ Нового Года это, конечно же, ДА – Дед Мороз. Но, опять же, это у нас. Китайцы про Деда Мороза не слышали. Они знают только Санта Клауса. Санта Клаус по-китайски будет Шэнтань Лао Жэн. Вы уже знаете, что Шэнтань – это Рождество. Лао Жэн – это Старый Человек. Старик. Дед. Поэтому по образу и подобию елки вы можете рассказать китайским друзьям, что символ русского Нового Года это Синьян Лао Жэн – дословно получится Новогодний Старик. Новогодний Дед. Елку поставили, нарядили, пора отмечать Новый Год. По-китайски отмечать Новый Год будет ГОНЬЯН – дословно Проводить, Провести год. Однако, чаще всего китайцы используют эту фразу, когда они отмечают свой Новый Год, то есть праздник весны. А касательно 1 января они говорят Проводить, отмечать 1 января. Также про ночь 31 декабря на 1 января китайцы говорят Дословно это значит Вступать в Год. Это значит Встречать Новый Год. Приглашая вместе встречать Новый Год, китайские друзья обычно говорят Давай вместе встречать Новый Год. А вечеринки, посвященные встрече Нового Года, называются В новогоднюю ночь мы больше всего ждем чего? Да, бой курантов. Куранты по-китайски будут ЗИ МИНГЧОН, ЗИ это САМ, МИНГ это издавать звук, ЗОНГ это настенные часы. То есть получается, что ЗИ МИНГЧОН это часы, которые сами издают звук. Бой будет СЯНГ ШЕНГ или Но у китайцев бой курантов нет. У них принят обратный отсчет. ТАОЧИ ШИ Они считают от 10 до 1, естественно, глядя на часы, а потом все радуются наступлению Нового Года. ЗИ МИНГ. Вот так наступает Новый Год в Китае. От всей души желаю вам, чтобы так же ярко наступил ваш 2024-й. Дорогие зрители, поздравляю вас с наступающим Новым Годом. Желаю вам счастья, радости, здоровья, богатства, исполнения желаний. С Новым Годом! С вами была Анна Кузина. До встречи в следующем году. Умэссинь нянь чян. Бай-бай.